добрый день дорогие друзья сегодня я выпускаю ролик в котором я скорректирую кое-какие прогнозы хотя как я уже много раз говорил сейчас прогнозировать что-то невозможно в условиях управляемого хаоса но тем не менее есть несколько вариантов прогноза развития событий и поэтому необходимо о них о всех говорить и второе я отвечу кое на какие вопросы и в конце расскажу о том чем уже многие годы занимается мой друг и соратник Лена Рохлина и расскажу о том какая помощь ей нужна но первое я уже много раз рассказывал о том как развиваются события к чему они могут привести и поэтому необходимо сделать некоторые корректировки потому что события говорят то об одном то другом то третьем я уже также много раз говорил о том что у глобалистов есть несколько вариантов развития событий и они корректируют свои планы связи с тем что происходит на данный момент первое что я хочу сказать мне не только одна женщина конкретно прямо задала вопрос а еще некоторые люди но она особенно так остро задала вопрос о том что пора ли мне признаться в ошибке когда я говорил что путин планировал блицкрик и очень короткую войну и пора ли признать эту ошибку сказать что я был не прав нет я не могу с этим согласиться по одной простой причине путин действительно планировал блицкрик и планировался этот блицкрик не только им а его кураторами и другими людьми которые занимаются всем тем что происходит в стране и мире им необходимо было поставить европейские страны в ситуацию военной угрозы для этого необходимо было чтобы за короткий срок армия россии захватила украину и вышла к границам европейских стран необходимо было создать ситуацию военной опасности для этого вводилась бы чрезвычайные положения в разных странах и государства различные которые находятся в европе тут же стали бы пропагандировать то что скоро россия нападет и на них поэтому надо сейчас в связи с военной угрозой лишить людей прав и свобод и начать готовиться к войне то есть все то что глобалисты намечали для них главное это ограничить человека в правах и свободах а потом делать с ним все что им заблагорассудится поэтому я не отказываюсь от этого от этой мысли от того что был вариант именно блицкрика и кураторы путина надеялись именно на эту ситуацию потому что им нужна была глобальная ситуация не только то что страны европы должны оказаться в ситуации когда на санкции которые их заставили принять против россии они получили бы ответку ну не в том смысле что какие-то санкции россия выдвигает а в том что они как бы выстрелили бы себе в ногу и экономики этих стран стали бы падать и прочее прочее причем это создавалось бы искусственно с помощью всех тех же глобалистических структур которые сваливали все эти проблемы на российскую федерацию что сейчас и происходит не происходит главного что они планировали не происходит ситуация которая может возникнуть в этих странах связи с прямой войной угрозой связи с этим меня очень очень не радует мягко скажу тот факт что якобы случайно на территорию польши попали две ракеты российской федерации погибло по предварительным данным два человека это все также подтверждает то что от своих первоначальных планов они не отказались о введении военного положения в странах европы и вплоть до того что возможно начало каких-то ограниченных военных конфликтов я остаюсь также на прежних позициях считаю что война вот но если мыслить просто трезво она никому не нужна она нужна только этим людям но даже она нужна ограниченной потому что они понимают что серьезная война может ударить и по их благополучию и по их жизням даже поэтому все вот эти ядерные угрозы я до сих пор считаю что это все блеф это игра на нервах но тем не менее я опять же повторю то что я говорил в прошлом ролике сумасшедших там хватает судя потому что не делают это люди далеко не адекватные и вероятность ядерного удара все равно сохраняется и не исходя из логики и трезвое трезвое мышление а исходя из того что в этой среде люди неадекватные но тем не менее я надеюсь что этого не произойдет а вот разжигание ситуации при которой военное положение стало бы вводиться в странах европы это вполне реальная вещь и именно вот этот удар ракетами я думаю не случайно я думаю что это какие-то специальные провокационные действия не знаю кто это сделал надо разбираться в том каким образом они залетели в польшу но тем не менее как раз идет возврат к той ситуации что о которой я говорил изначально для чего нужен был этот близкрик и почему именно на него надеялись западные структуры поэтому всем тем кто предлагает мне отказаться от моих первоначальных высказываний о том что изначально планировался близкрик а потом это все не получилось я в ответ говорю нет я от этого не отказываюсь я считаю что так и должно было быть но когда говорит есть поговорка человек предполагает а бог располагает так вот я считаю что тем основным фактором который не дал совершить операции это как раз то на что напоролись как раз те самые глобалисты которые все это стимулировали на украине а в частности националистические движения и прочие околонационалистические структуры потому что все больше информации о том что многие руководящие структуры украины были готовы к сдаче украины а вот националистические структуры очень резко выступили против этого а также к этому приложила руку распространена на весь свет секта людей которые обязаны носить черные шляпы и которая была заинтересована в том чтобы украина россии схлестнулись войне они об этом заявляли еще в 90-е годы словами их лидера и они в принципе к этому готовились поэтому я отсылаю вас к моим предыдущим роликам где я указывал что глобалисты это не единородная структура и там как минимум действует две группировки каждый из которых желает быть лидером и если во многих вещах они действуют совместно то в плане получения лидерства они стараются ставить подножки друг другу в каждый подходящий для этого момент здесь планы одной группировки которых можно назвать открытыми сатанистами и которые хотели блиц крик для того чтобы в европе установить военное положение схлестнулись с планами другой группировки скрытых сатанистов которые желали просто того чтобы между россией и украиной была война и чтобы русские бывали друг другу как можно больше и и эти планы на данный момент выиграла группировка людей в черных шляпах когда мы стараемся мыслить упрощенно и одномерно не понимая что не все так однозначно и что нету одной какой-то мощной глобалистской структуры а есть несколько которые конкурируют друг с другом то мы можем во многом ошибаться и многое будет нам непонятно когда же мы знаем что есть несколько группировок и у каждой свои планы а планы эти связаны именно с лидерством и именно установлением такой ситуации в которой вот данная конкретная группировка одержит победу и станет лидером тогда все становится на свои места и как раз в связи с этим хочу напомнить про свой майский ролик где я делал предположение что путин отошел от вот этой секты людей в черных шляпах и сейчас я не просто предполагаю я уверен в этом потому что очень много фактов говорит в эту пользу начиная от тех которые приводил майском ролике заканчивая тех что он прекратил с ними всякие встречи что на объявлении вот этих новых территорий россии которые были в кремле они отсутствовали представители этой секты вот и еще многое многое другое эта секта обещала путину легкую победу на самом деле у этой секты были другие планы и наступил тот момент когда они просто кинули путина он со своей стороны тоже мечтал о неком лидерстве и что он станет одним из ведущих лидеров нового мирового порядка а здесь его подставили да ситуация тяжелая да много проблем да люди гибнут я не могу спокойно воспринимать сведения о гибели людей как со стороны российской федерации так и со стороны украины для меня это все люди одной семьи а вот управлять ими стали как раз те кто в этой семье то и не находится которые находятся стороны и собираются использовать вот эту вот семью для своих целей уничтожить как можно больше захватить все что этой семье принадлежит вот в связи с этим я также укажу на то что многие дурманины и пишут в комментариях и требуют чтобы я занял чью-то сторону то есть если ты против путина ты должен быть за украину то есть нет ребята не лукавьте вы требуете чтобы я был за киевский режим вот если ты против украины ты должен быть за путина ребята вот знаете это ну для дураков первое это разделение и требование чтобы кто-то занял чью-то сторону я занимаю сторону здравомыслия и людей которые понимают что происходит я против киевского режима я против кремлевского режима и я за людей живущих на украине и живущих в россии а вот когда с меня требует чтобы я занял чью-то сторону ребята вы там может сами легко поддаетесь этим манипуляциям но не требуйте этого от других я некоторых людей заблокировал потому что они просто вот кричали украина всех победит украина дойдет до урала вот ребята разве не понимать как вас разводят с другой стороны кто-то кричит путин всех победит путин дойдет до там британии франции так далее ну вы знаете с идиотами шестой что с другой стороны я общаться не желаю ну и с этим я вернусь к мысли о том что глобалистов нету какого-то одного плана которого они четко придерживаются и от которого не отходят ни на шаг на самом деле говорю что они корректируют все свои планы и могут очень далеко отойти от основного своего вектора движения но вернуться потом в том в то же направлении связи с тем что происходит а произошло вот то что мы все видим война затянулась есть большие проблемы с эти с этой войной если с этим глобалисты как я уже говорил раньше поставили цель ну раз такое происходит надо сейчас уничтожать россию украину и надо делать все для того чтобы эта война стала поводом для того чтобы уничтожила было как можно больше людей опять же повторюсь что ни одна война не уничтожит всю нацию война может покосить многих но это как говорится не главная их цель главная цель все-таки сделать так чтобы те люди которые живут на территории российской федерации на территории украины подпали под властью вот этих вот глобалистических структур то есть уничтожение либо превращение в рабов это уничтожение серьезное возможно при использовании тех самых медицинских методов которые они использовали до этого а превращение в рабов это создание всемирного цифрового концлагеря в том числе на территории украины россии поэтому неразумно говорить о том что в войне будут уничтожены все вот есть вероятность что будут под видом эвакуации уничтожаться и мирные граждане но опять же я тут просто прошу всех старайтесь трезво мыслить эвакуации всех невозможно это такая организация что просто-напросто ее не потянет ни один даже самый гениальный организатор в мире а учитывая тот бардак который творится в нашем государстве точнее нашем а вот в том государстве которые устроили вот эти вот кремлевские сидельцы этот бардак и ну просто не способен такое сделать вы посмотрите что происходит с мобилизацией вы просто посмотрите что происходит с нашей армии а вы говорите о том что всех куда-то эвакуируют будут стройные колонны куда-то идти кого-то куда-то вести нет это у них во-первых не получится по причине опять же я говорю бездарности данного режима и неспособности что-то организовать а во-вторых даже если бы это был гениальный режим это не в силах сделать даже самым гениальным организатором по причине того что это просто невиданная вещь возможно эвакуация из какого-то одного региона из какого-то другого региона отдельно мы об этом будем узнавать и будем знать что дальше происходит вот пока что вот эвакуации которые были они в пределах разумного все что происходит я имею ввиду херсон и так далее но опять же я считаю что в планах у них это есть просто их хотелки опережают их возможности я уже не говорю о том что они вообще не воспринимают фактор бога не понимать что бог вообще все может сделать по-другому и их план окончательно рухнут даже то что по моим подсчетам в двадцать третьем году в конце где-то в начале ноября они собираются представить некого мирового правителя которого все верующие называют антихристом я также считаю что это их хотелки да они это готовят они будут это пытаться воплощать но фактор бога они не воспринимают и поэтому я считаю что в стране и мире такая ситуация что если цитировать библию найдется хотя бы там десять праведников которые не дадут возможности всему этому воплотиться в жизнь но раз мы вспомнили о херсоне я выскажу несколько слов о том что там происходит но в принципе ничего нового в этом нету это игра в поддавки я буквально вот как только это произошло перезванивался с некоторыми военными людьми которые являются неплохими стратегами тактиками которые знают что там происходит и буквально все до одного говорили что никаких объективных причин для того чтобы выводить оттуда войска не было да была такая вот притянуты за уши опасность того что якобы затопит весь этот регион но как мне объяснили военные я уже много раз говорил я не военный аналитик и когда идет война война тут вообще трудно разобраться во многих вещах а тем более если не знаешь каких-то планов там генштаба планов противника и так далее но тем не менее вот эти специалисты сказали что все что они знают о том что там было и как было сделано тем более учитывая что там строились укреп сооружения которые бы обороняли город и вдруг все это сдается говорит о том что это опять очередная игра в поддавки для того чтобы они затопили эти регионы достаточно было сделать просто это опять же говорят военные специалисты рывок в сторону николаева на для этого были возможности и возможности достаточно серьезные но этого не было спланировано был армия была укреплена херсоне а сейчас вдруг неожиданно и отвели игра в поддавки мы ее наблюдаем с самого начала так называемой войны операции это отход от киева это сдача харьковской области это многие ступления но если допустим в каких-то вещах таких как отход от киева это наблюдалось явная как говорится сдача позиций игра в поддавки то в том же красном лимане и некоторых других регионах там просто нашего наших ребята бросили на убой то есть никакой поддержки им не стали давать просто оставили их наедине с противником и в результате очень много ребят погибло и очень много ребят получили ранения и вышли те кто просто вот эту ситуацию описывать так что это просто было ну предательство людей бросили и опять же это тоже игра в поддавки вместо того чтобы поддержать укрепить нет все это как раз противоречит тем заявлениям верховных лиц которые говорят что отход из херсона означает желание сохранить жизни солдат и так далее как бы не было еще больше жертв от всего этого ну да ладно почему идет игра в поддавки потому что есть еще один вариант а вариант такой что не только там трезвомыслящие аналитики не только люди умеющие думать не только люди мудрые понимают к чему может все это привести в россии а может это привести к армейскому бунту как я уже говорил с самого начала так называемой специальной военной операции я говорил еще в марте что вероятность того что армия может повернуть штуки против кремля а если людей мобилизует то тем более мобилизованные обозленные не желающие воевать то вот эта ситуация она оказалась бы опасна не только для россии она опасна для того что планируют глобалисты как это не покажется странным да чисто на бумаге говорить все хорошо но забывают про овраги овраги таковы что вероятность 50 на 50 либо россия развалится в результате всех этих событий либо к власти придет реально патриотическая сила которая просто начнет крушить все то что здесь натворил путинский режим и выстраивать настоящую жизнь а это значит выход россии из-под влияния глобалистов и значит полное обрушение их планов построение мирового концлагеря и поэтому я думаю они просчитывают и те и другие варианты и стараются найти что-то такое чтобы помогло им в этой ситуации все-таки добиться своих планов а потому так называемый запад сейчас выходит на линию попыток создать какой-то переговорный процесс в котором есть вероятность что военные действия прекратятся и тем самым вот эти вот двоякие ситуации будут исключены при которых можно будет вернуться к изначальной ситуации к тому статус-кво который был который был до начала военной операции и поэтому эти стремления все заметнее 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 вот уже лидеры различных государств пытаются посадить за стол переговоров кремлевский киевский режим и что-то там наладить при этом пусть кто угодно мне говорит что зеленский типа на это не согласится он будет делать так как ему прикажут кто-то еще на кто-то еще остался из тех верующих в независимость украинского или российского режимов вот поэтому такой вариант вполне возможен но это вариант который принесет россии также много потерь и глобалисты прекрасно понимая что при этом варианте рейтинг путина будет еще ниже чем он был когда-либо потому что это будет рейтинг проигравшего данной ситуации путин будет выглядеть проигравшим и поэтому они готовят ему на замену на своих людей бунт армейский восстание армейской это не гарантия того кто придет к власти а вот когда происходит вот такое замораживание военных действий и когда якобы все утихомиривается в россии на украине вот тогда есть у них возможность поставить именно того кого они хотят поставить на место путина потому что путин в любом случае будет президент ну как это принято говорить хромая утка хотя это для другой ситуации президент который там находится перед выборами который не победит при этом нет я говорю про ситуации хромой утки когда президент вообще уже утка подбитая можно сказать поэтому все это для глобалистов вы выстроить надо так чтобы война была окончена потому что в ходе войны армия может сказать свое слово им надо утихомирить армейские структуры в случае если что-то произойдет а для этого необходимо закончить войны действия а вот вопросы к путину тем не менее останутся и вероятность того что армия все равно пойдет на кремль потому что она увидит что их просто сначала кинули в бой многие погибли многие ранены что их просто подставили а потом вдруг все это прекратили вот и многие будут этими довольны в том числе не только армии но и силовики и другие структуры которые являются связанными с фсб с армейскими структурами и так далее вот поэтому вопросы останутся а вот как сделать так чтобы их не осталось сменить путинскую группировку на других людей а для этого они уже готовятся это люди из так называемых прозападных либералов я к классическим либералам отношусь очень хорошо но у нас их кот наплакал у нас в основном либералы которые считают запад это просто вот что-то божественное надо столько западным быть и служить западу вот таких прозападных либералов к нам готовят я по периодически смотрю различные их каналы это очень тяжелое зрелище но просто какой-то паноптикум то что они болтают это вообще не связаны с реальностью не с какими-то логическими стыковками просто что хотят то болтают за исключением некоторых очень умных людей которых я уважаю хотя они мои противники поэтому готовят и многие стали говорить вот в польше прошло заседание совещание вот таких прозападных либералов которые уже создали правительство в изгнании условно говоря что они уже готовы вы знаете когда меня спрашивают об этом я могу сказать что я не занимаюсь обзором цирка и тем более творчество клоунов при всем моем уважении к реальным клоунов но все что там происходит это какая-то клоуна вот и если это инициировано глобалистами я не уверен в том что глобалисты вообще с такими сторонниками что-то смогут здесь сделать но я все-таки думаю что глобалисты это очень умные люди и они готовят реальную смену режима непосредственно здесь в россии не вот из числа этих клоунов которые там все это болтают и которые там даже успели перегрызть между собой там кто-то шапочку не ту надел кто-то что там вообще цирк поэтому я считаю что реально готовит замену путина непосредственно здесь в россии из людей совершенно других и я думаю из числа тех которые не особенно известны широкой публике это более надежный вариант и надо быть осторожным потому что я думаю если произойдет какая-то вот это вот революционная ситуация то всем патриотическим и настроенным на сохранение своей стороны людям необходимо объединяться в поддержке тех структур которые они просто сохранят россии но выведут ее и из вот этого глобалистского проекта поэтому не будем сейчас конкретно говорить о том что будет есть несколько вариантов развития событий в том управляемом хаосе который возник сейчас в стране и мире говорить конкретно о чем то практически невозможно ну и немножко о вопросах которые возникли у некоторых людей хочу напомнить что очень много в последнее время шло пропаганды именно пропаганда того что все верующие должны каяться я был я я абсолютно согласен с этим но один нюанс заставляет каяться за грехи которые человек сам лично не совершал за грех который совершили люди скинувшие царя поймите я уважительно отношусь к тем людям которые считают что русский народ совершил грех но в православии в христианстве нет понимания покаяния за чужие грехи я копался по этой всей линии шел искал откуда все это идет кто это все пропагандирует потому что самое страшное когда человек врет богу когда человек обманывает бога вот в чем дело а это является обманом бога если человек начинает каяться за грехи каких-то там людей которые жили сто лет назад но давайте кается за за грехи каина наш господь к этому не призывает бог говорит о том что необходимо кается за свои личные грехи потому что человек отвечает за свою душу по этой логике за грехи каина давайте кается по этой логике давайте кается за все грехи которые были очень страшные грехи за всю историю человечества но откуда все это идет я внимательно все это изучал и пришел к традиционному месту где все это штампуется люди которые очень любят носить черные шляпы проработали это все уже давно потому что это люди верующие и они понимают прекрасно что борьба сейчас идет на ментальном уровне они просто на физическом и они понимают что надо обезоружить своих врагов а мы для них являемся врагами христиане как бы там не у язычники о нас не писали я вот постоянно сталкиваюсь с такой глупостью когда например под моим роликом который я выпустил еще два с половиной года назад и который посвящен был этим людям в черных шляпах и которые удалили с ютуба вот но он есть соц сетях под ним несмотря на то что я там анализировал что эти люди в черных шляпах делают и к чему они ведут и по сути занимался расследованием и критикой того что они делают ну критика мягко сказано появляются неозычники и начинают костерить христиан вот такие сяки у меня логичный вопрос если вы против вот этих вот людей в шляпах зачем вы нападаете на христиан ни слова а вот этих вот людях а вот христиан давай долбить хотя многие из них не понимают что христианство для этих людей черных шляпах является врагом номер один и я пытаюсь понять их логику говорю зачем вы на нас то нападаете потому что вы филиал вот этих вот людей в чем это вы даже не знаете основ нашей веры вы даже не знаете наших канонов где эти люди в черных шляпах является нашими врагами но тем не менее самый логичный вопрос почему под этим роликом нет поддержки моей позиции а тут же нападки на христиан как же вас выдрессировали если вы хотите действительно реальных результатов необходимо при всех наших разногласиях имея общего противника выступать против него а этот противник хитрый взял и вас направил против нас прекрасно как россиян с украинцами стравили надо еще и по вот этим вот признакам тоже стравить а сами потирают руки пускай друг другу мутузят а мы будем только от этого выигрывать из-за глупости людской все это происходит из-за непонимания ну да ладно вернусь к тому о чем я говорил и так каяться в то в чем ты не виноват это вранье бог бог это не принимает он гневается на это если ты лично если даже условно говоря твой отец брат там не кто-то не предавал царя и тем более не свергал его ты не можешь в этом каяться а если ты качестве врешь богу человек приходит на покаяние и говорит только о том что у него в душе как он свою душу губит и как он переживать за это я знаю что многие тоже из сторонников вот этого покаяния за несовершенный нами но совершенный нашими дальними предками грех как они опять начнут обрушиваться на меня но я вам еще раз скажу это ложное покаяние которое внедряет в христианскую среду определенные структуры потому что они понимают они понимают силу христа несмотря на то что ненавидят его и они понимают что чем больше будет лже покаяния тем для них лучше в связи с тем что нельзя врать богу я еще в связи с одним письмом который мне прислал одна женщина хочу напомнить о том что господь не принимает благодарность тех людей которые не знают за что они его благодарят многие могут не согласиться типа надо просто благодарить что бог есть нет господу нужна искренность в благодарности вычитывание мантры каких-то это не христианство господь должен понимать что человек осознанно его благодарит если человек благодарит за то что он видит солнце за то что он пробудился утром за то что он жив за то что он не настолько сильно болен как могло бы быть или совершенно здоров это все понятно но когда у человека есть беды несчастья и когда его преследуют какие-то ну очень неприятные вещи то человек тоже благодарит бога но тут также нельзя врать надо осознанно понимать для чего господь послал тебе это и когда и лучше промолчать из благодарности лучше благодарить за то что есть солнце что ты вот жив но вот по поводу тех неприятностей которые совершаются в твоей жизни надо благодарить лишь тогда ты понимаешь для чего это и когда ты понимаешь для чего тогда твоя благодарность искренне поэтому тут простая такая аксиома любое обращение к богу должен быть искренним а не формально но я знаю что канал смотрит не только верующие люди и поэтому я лишь небольшую страницу уделил вот этим уже очень важным вещам которые должны понять верующие люди а в конце как я и говорил во вступлении я расскажу о деятельности моего друга и соратники елена львовна рохлины она уже многие годы занимается помощью политзаключенным дело в том что людей которые свои все силы отдавали на борьбу с теми структурами которые сейчас захватили власть в россии вот эти люди многие пострадали за это и находятся в местах не столь отдаленных и елена львовна она очень долгие годы занималась тем что помогала политзаключенным то есть ну это в первую очередь финансовая помощь во первых финансовая помощь нужна их семьям которые остались без кормильцы вот во вторых вот например у антонова семья и дети которых надо кормить а кормилиц находится в местах не столь отдаленных ему дали 15 лет за какие-то слова в сети вот его соратник юрий екишев с которыми одно время переписывался лично я не мог с ним не успел с ним встретиться а вот через почту через e-mail на часто писали друг другу говорили о каких-то особо важных вещах но тем не менее какая-то организация появилась там в общем там целая история в которой обвинили его в каком-то там участие так далее вот с кем-то он там контактировал кому-то что-то сказал вот там есть фамилии этих людей и там общем его подставили по полной ну да ладно находится на 16 лет и так далее и так далее и так далее и так далее чельдиев и многие многие другие вы их прекрасно всех знаете так вот на самом деле список политзаключенных там сотни человек и каждому надо помочь так вот елена львовна рохлина она и занималась и занимается этим но так как у нее сейчас стали блокировать практически все каналы пока ее вообще группу закрыли там на ю тубе я постоянно банят и так далее есть становится все труднее собирать средства сама она человек не богатый вот и возможности каких-то вот взять всем помочь нет она собирает средства по из пожертвования тех людей которые эти пожертвования присылают и вот мы с ней недавно говорили она просила помочь я сам несколько раз отсылал помощь политзаключенным это был не один случай ну то есть отсущих случая помогал но узнав что такое бедственное положение сейчас в этом фонде ну вот я решил действительно помочь Елене Львовне и попросить всех вас в этот раз перечислять деньги не мне на карту если кто-то хочет мне помочь а на карту человека из этого фонда который эти деньги потом будет передавать семьям политзаключенных и самим политзаключенным вот если у вас есть такая возможность и вы пожалуйста помогите этому фонду потому что для верующих могу сказать что помощь тем кто находится в тюрьме это благое дело а тем более это не преступники не убийцы не насильники не грабители это люди пострадавшие за нас вот если кто-то перечисли деньги на традиционно на мою карточку я эти все деньги перешлю Елене Львовне Рохлиной то есть в этот раз я ни копейки себе не возьму и со всей своей благодарностью всем кто мне помогает и я просто откровенно говорю в этот раз вы будете помогать не мне а фонду который помогает политзаключенным это очень серьезно поэтому я всех очень прошу помочь под этим роликом будет выложены не только традиционные мои какие-то реквизиты там телефоны почты под этим роликом в первую очередь будет выложена карта сбербанка вот этого фонда в который можно пересылать деньги на помощь политзаключенным на этом я заканчиваю данный ролик благодарю вас всех за внимание до встречи